Добрый доктор Что заставляет меня вспомнить жуткие китайские файтинги с Дэнзи Ну так давайте выясним, что же из себя представляет эта игра Как я уже сказал, это игра файтинг Выпилана в ретро стиле, чувствуется тематика 90-х как в графике, так и в общем стиле Всё нарисовано в основном оттенками тёмно-синего и фиолетового С одной стороны смотрится довольно неплохо, хотя может быть чуточку однотонно То же самое касается и персонажей, вроде бы разные, но из-за цветовой гламмы Смотрятся они на первый взгляд одинаково, хотя это не так Среди них есть детектив-алкоголик, пара стереотипных полицейских, различные бандиты и гопники Кстати говоря, некоторые из персонажей своей механикой напоминают персонажей из Street Fighter Агент вытягивает руки, словно шаман Зэк в оранжевой робе своей анимацией и поведением немного напоминает Зангиева Девушка со своими размахиваниями ногами в палете похожа на Ачун Ли А если поиграв, вы заметили какие-нибудь ещё отсылки к этой игре, то пишите в комментарии Мне больше всего понравилось играть за алкоголика детектива Особенно если играть в режим истории В принципе понятно, что в любом файтинге любое даже самое бытовое дело, типа парковки, решается с помощью рудобоя Но решать их подобным образом, управляя алкотой в плаще, которая явно страдает от похмелья, было довольно забавно Режим истории тут сделан для каждого персонажа, что довольно похвально Да, сюжет тут явно не глубокий, несколько сцен между уровнями, но видно, что автор старался Причём в режиме истории, честно, нужно не просто избить противника, а сделать это с помощью определённой комбинации или спецприёма, что только добавляет челленджа Аркадный режим представляет собой поединки со всеми персонажами, в том числе и зеркальный матч Потом босс, довольно юркий товарищ, в костюме с чемоданом, снабжённым огнемётом Да, видимо, времена у них явно тяжёлые и небезопасные Сложность нарастает постепенно, и к концу игры станут сыграть труднее и труднее, хотя и не критично Финальный босс довольно труден, но его вполне реально просто забить ногами, особо не заморачиваясь со спецприёмами Боёвка тут простая, четыре кнопки, крестовина и есть кнопка блока, но он срабатывает и просто при отходе назад У каждого персонажа есть по паре спецприёмов и спецкомбо Никаких изысков, типа десятков вариаций удара ногой или рукой тут нет Простенькое и особо раздражение не вызывает, всё-таки ориентировались на ретро Довольно сильно порадовало, что для зеркальных поединков автор игры сделал не просто перекрашенные спрайты персонажей, а делал альтернативных персонажей Ну, кроме бандита А сонтрек тот простой, но смотрится к месту Опять-таки раздражение он не вызывает, но отдельно вы его вряд ли будете слушать Ну, что же, пора делать выводы В принципе, игра себя вполне окупает Это был довольно интересный игровой опыт для меня, так как раньше я никогда не играл в любительски сделанные файтинги Ну, кроме тех китайских И если вы тоскуете по Street Fighter и хотите понастальгировать, то можете купить и поиграть именно в эту игру, уверен, она вам понравится Если вы просто игровой извращенец, который готов купить что угодно, то тем более купите По крайней мере, вам не будет стыдно за свой библиотек А на этом у меня всё Жалобы, замечания, предложения засуньте в комментарии Всем пока, не болейте Субтитры сделал DimaTorzok